Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка новой техники. Бодя себе купил Panasonic G80 и обзор, кстати, есть у нас уже на канале. Подсказка вот тут, собственно, можете посмотреть. Но будет еще одно видео от Боди, в котором он расскажет опыт эксплуатации по данной камере. Ну, давайте распакуем, что в коробке узнаем. Поехали! Начнем с того, что хочу вам сказать, что FoxTrot это очень интересный магазин, чтобы забрать эту камеру, пришлось очень сильно повеселиться. Но все-таки она у нас, и мы сейчас готовы ее распаковать. Нам, конечно, ее не дали распаковать вот прям-прям сразу при вас, потому что ребята из FoxTrot решили, что первые распаковать должны они ее сами. И как-то так. Вот чек. Стоимость показывать не будем. Вы можете просто зайти на сайт FoxTrot и посмотреть, за сколько мы ее купили. Инструкции, которые, я думаю, что нужно будет, наверное, почитать для того, чтобы полностью определиться с функционалом данной камеры. Ну, и едем дальше. Объектив. Брали китовую версию, но впоследствии, может, мы докупим еще какой-то оптики. Ну, как докупим? Во-первых, у нас есть оптика. Мы сейчас снимаем на 15 мм, по-моему, память, если мне не изменяет. И также у нас есть еще 12.35. Это 12.60. Также небольшой такой ширик. Сейчас посмотрим, кстати, как он себя ведет в действии. Естественно, есть бленда. Без нее, собственно, никак, потому что, ну, как вы будете профессиональным фотографом и видеографом, если вы не прицепите себе эту фигнюшку, видите, все, профессионал уже. Так, это у нас, я так понимаю, сама тушка. Ремешок есть. Lumix G. И также здесь должна быть еще зарядка. Для меня, кстати, интересно. Я так понимаю, что здесь лежала батарейка. Вот тут интересно, есть у нас батарейка в комплекте или нет. Зарядка. Зарядка здесь идет от обычных двух пинов. Вот таких вот стандартных, как кладут Panasonic, DJI и все остальные, ребята. Тут больше ничего нет у нас, по идее. Да, больше ничего нету. Но сейчас Panasonic выпустила новые зарядки. Они заряжаются от microUSB. Это очень удобно и, ну, как бы круто. В общем, сама тушка. Показать, как она выглядит по сравнению с GH4 мы не сможем, поскольку мы снимаем на GH4. Она у меня используется еще вместе с ригом. Вот, кстати, если так трясти, то чувствуется, как у нее там эта матрица ходит, потому что здесь есть у нас матричная стабилизация. Давайте прицепим оптику, сделаем первое включение. И, в общем, затестим, как все это дело работает и работает ли вообще. Батарейка, я так понимаю, уже здесь. Ну, да. И включаем мы... Ну, судя по тому, что она моргает зеленым, то, наверное, и гайки в том плане, что у нее сел аккумулятор. Но мы надеемся на то, что она работает. Вкл. Ну, да. Сейчас мы поставим на зарядку все это дело заряжаться. И уже вам в видосе скажем, работает оно все-таки или нет. Ну, а вот и обещанный сэмпл. Сейчас Бодя снимает с рук. И выглядит это все следующим образом. То есть, минимальная отрядка должна быть устранена. Это не кит-объектив, потому что света мало. Это объектив 15 мм 1.7. Но картинка довольно-таки неплохая. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите опыта эксплуатации. С вами был Даня Бодя. И всем пока.